Эй, у меня для вас сенсация. Супергероев не существует. И все же вы когда-нибудь спрашивали себя, как актеры, которые их изображают, приходят в такую потрясающую форму? Сегодня я расскажу вам о тренировке, которая может сделать чудо-женщину из любой девушки. Давайте начнем. 1. Гребля. Гребля – это чудесное упражнение, которое может быть и разминкой, и общим кардио. Оно менее рискованное, чем бег, потому что не так сильно вредит спине и особенно суставам. А еще, в отличие от бега, который в основном нацелен на ноги, задействует и верхнюю, и нижнюю части тела. В любом случае, если по какой-либо причине гребля вам недоступна, ее легко можно заменить бегом, плаванием или любым другим кардио, которое вам подходит. Главное на этом этапе – разогнать кровь по телу и подготовить его к настоящей тренировке. Уделите 5 минут разминки, а затем еще 5 минут интенсивной интервальной тренировки. 10 секунд спринта и 50 секунд легкого темпа. 2. Скалолаз. Это одно из классических упражнений на все тело, которое включает в себя и кардио, и силовую тренировку. И при этом прорабатывает практически каждую мышцу в теле. Чтобы делать все правильно, встаньте в планку, удерживая вес тела на руках и носках. Следите, чтобы руки находились ровно под плечами, а тело формировало прямую линию от плеч до пяток. Теперь подтяните правое колено как можно ближе к груди, не разбивая линию. Напрягите пресс, чтобы тело не провисало. Затем поменяйте ноги, выпрямив правую и подтянув груди левую. Важно выполнять эти движения без перерыва, чтобы корпус не расслаблялся. Продолжайте менять ноги в быстром темпе. В идеале вы должны бежать на месте, опираясь верхней частью тела на руки. Одной минуты скалолазания должно хватить. 3. Вытягивание рук и ног. Это упражнение помогает развивать стабильность в теле. Оно прорабатывает мышцы прессы и спины. Учит равновесию и обладает дополнительным бонусом. Оно безопасно, даже если вы недавно травмировали спину. Встаньте на четвереньки, расположив ладони под плечами, а колени под бедрами. Держите спину прямо и втяните пресс. Теперь поднимите правую руку, вытягивая ее вперед и вытяните левую ногу назад. Важно не качаться из стороны в сторону и не давать корпусу провисать. Замрите в такой позе на пару секунд и вернитесь в изначальное положение. Повторите для левой руки и правой ноги. Раз уж мы говорим о тренировке «Чудо-женщины», не считайте повторы. Просто выполняйте упражнение ровно минуту. 4. Бурпи с прыжком вперед. Да, бурпи не любит никто, но это необходимая часть тренировки на все тело. А прыжок вперед делает упражнение еще сложнее. Для его выполнения вам понадобится место, так что убедитесь, что комната достаточно велика, чтобы ничего не разбить в процессе. Начните с обычной планки. Напрягите корпус и быстрым движением подтяните колени к груди. Теперь выпрыгните вверх и приземлитесь стоя, держа ноги на ширине бедер. Теперь, не делая паузы, согните колени, наклонитесь вперед, держа спину прямо. И прыгните вперед как можно дальше. Постарайтесь устойчиво приземлиться на обе ноги. Наклонитесь, упираясь руками в пол и рывком верните ноги в положение планки. Опять же, не считайте повторы, просто выполняйте прыжки в течение минуты. 5. Подтягивания. Это одно из базовых силовых упражнений для верхней части тела. Дополнительный плюс в том, что его можно выполнять с разными захватами, нацеленными на различные мышцы. Стандартные подтягивания выполняются со средним захватом, прорабатывая спину и плечи. Их мы и возьмем. Из оборудования вам понадобится только турник, так что найдите себе один и приступим. Чтобы подтянуться, схватитесь за турник ладонями наружу, держа руки на ширине плеч. Слегка наклоните корпус назад, выставив грудь вперед. Нужно подняться так, чтобы подбородок оказался выше перекладины. Не забывайте выдыхать во время подтягивания. Теперь медленным контролируемым движением на вдохе вернитесь в исходное положение. Галь Гадот выполняет 7 подходов по 3 повтора. Если вы еще не готовы к подобному испытанию, просто делайте столько подходов по 3 повтора, сколько сможете, пока не достигнете нужного уровня. 6. Отжимания. Это последнее упражнение нашей тренировки на пути к становлению чудо-женщиной. Ура! Отжимания – это еще одна базовая вещь, которая укрепляет грудь, плечи и трицепсы. Встаньте в планку, расположив руки прямо под плечами. Начните медленно опускаться. И как только коснетесь пола грудью, поднимайтесь вверх. Вот и все. Попробуйте выполнить 5 подходов по 3 повтора. Или, как и с подтягиваниями, сколько сможете повторов в 3 подхода. Вот мы и закончили тренировку чудо-женщины для всего тела. Чтобы сделать ее еще точнее и добиться лучших результатов, выполняйте упражнения в следующем порядке. Гребля – 5 минут. Затем 5 минут интервальной гребли. Скалолаз – 1 минута. Вытягивание рук и ног – 1 минута. Бурпи с прыжком вперед – 1 минута. Вытягивание рук и ног – 1 минута. Скалолаз – 1 минута. Бурпи с прыжком вперед – 1 минута. Подтягивание – 7 подходов по 3 повтора. Отжимание – 5 подходов по 3 повтора. Как было сказано в начале, большинство этих упражнений можно заменить другими, более или менее интенсивными. Например, если скалолаз – это для вас слишком просто, можете попробовать медвежью походку. Это продвинутая версия скалолаза, где нужно двигаться вперед на четвереньках. И наоборот, если стандартные отжимания из положения планки – это для вас тяжело, их можно заменить версией попроще, опираясь нижней частью тела на колени. Так вам придется поднимать меньше веса. И последнее, но не менее важное. Нужно отдыхать между упражнениями в течение тренировки, но не больше двух минут. Это интенсивная тренировка и для лучших результатов нужен высокий тонус мышц и пульс. Чтобы нарастить в своем стройном теле немного мышц, понадобятся упражнения со штангой. Они завершат образ чудо-женщины и повысят силу и выносливость. Однако выбор упражнений со штангой сильно зависит от вашего телосложения, типа фигуры и ограничений по здоровью. Так что перед началом посоветуйтесь с врачом и профессиональным тренером. Не сомневаюсь, что вы в курсе, но все-таки важно упомянуть, что диета крайне важна для приведения себя в форму. Особенно, если это форма супергероя. В 2016 году Галь Гадот поделилась в интервью американскому журналу «Мышцы и фитнес» секретами своей диеты. Она сообщила, что рацион подбирал ее тренер, и для наращивания мышц и сжигания жира она налегала на зеленые овощи, постный белок и пила много воды. Однако она призналась, что любит поесть, и порой не может устоять перед кусочком торта или ложкой мороженого. По ее словам, самое главное – это умеренность и уважение к тому, что вы едите. Так что не пейте колу за рулем! Вы бы рискнули лично испытать тренировку «Чудо-женщины»? Поделитесь ответами в комментариях. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте этому видео лайк и поделитесь им с друзьями. Стойте! Не уходите никуда! У нас тут больше двух тысяч крутых видео для просмотра. Нужно только выбрать ролик слева или справа, нажать на него и наслаждаться. Оставайтесь на яркой стороне жизни!